Новый, но отнюдь неживоносный источник появился этим летом в Сергеевом Посаде. Его географическое местоположение – пойма Кончуры, рядом с жилым комплексом Троицкая Слобода. Тревогу забили жители частных домов. Многие годы они брали здесь воду из родников. Теперь опасаются. Вот сын приехал ко мне, говорит, у вас родник. Что случилось с родником? Он несколько, ну, наверное, год не был у нас. Пришел сразу попить родничковой воды. Выпил, говорит, что с водой случилось. Почему вода такая? Уже не та вода. Раньше этого не было. И канализации не было. Был лилюк? Тоже не было. Родники были. И было место очень чистое и красивое. Чистое красивое место оказалось испорченным практически одномоментно. И пахнет здесь теперь совсем не цветами. Какие-то профессионалы работали. Как они могли около родников все это проводить как-то. Надо было обсудить. Запах есть. Запах начинается там еще в низине. И эти стоки, они попадают в реку и текут на город. Единственное, что хорошее, это вот лес недалеко и родник, который лечит людей. Люди хотят жить. А нас убивают постоянно. То там выкопают, то там закроют, то там закопают, то там раскопают. И все. И все уничтожает совершенно. Кто автор и исполнитель неудачной схемы канализирования, обеспокоенным жителям неизвестно. Хозяев этого участка коммуникации нашел депутат Посадского горсовета Тимофей Лагутин. К нам обратились жители улицы Пархоменко с такой проблемой. В месте, где они гуляют, в месте, где бьют родники и ключи, где они традиционно набирают воду, произошел засор канализации. И в администрацию обращались и обращались к нам как к депутатам. Мы, в свою очередь, связались с находящимся поблизости застройщиком компании Тройская Слобода. Это магистральная канализационная сеть, которая обслуживает часть Кировки, квартальчик между улицей Сорокина и улицей Северной. Также к этой сети подключен комплекс Тройская Слобода. По тех условиям мы эту сеть модернизировали. Произошел засор. Попытались с привлечением спецтехники, в том числе спецтехники из водоканала, засор прочистить. К сожалению, это ничего не дало. Прочистка не удалась, при том, что была специальная машина, которая бьет струей 150 атмосфер, ничего не помогает. Поэтому было принято решение перекладывать эту сеть, то есть положить в кратчайшие сроки просто параллельную ветку для скорейшего устранения течи. Ликвидировать течь канализации специалисты обещают до конца недели. Ирина Максимова, Кирилл Емельянов, Михаил Кирсанов. Программа «События».